Всем привет, я Юрий Шатохин. Предлагаю вам очень неожиданный материал, который меня, по крайней мере, впечатлил. Не знаю, впечатлит ли он вас. Индустриально развитая цивилизация существует на Земле десятки тысяч лет. Автор Павел Ульянов. Знания умножают скорбь. Экклезиаст. Дорогие читатели, после прочтения этой статьи вам, скорее всего, придется провести полную ревизию своих знаний, полученных в школе и высших учебных заведениях, как минимум по таким дисциплинам, как история, география, геология. Итак, поехали. Показываю вам логическую цепочку моих рассуждений и умозаключений. Мы имеем на сегодняшний день огромное количество артефактов, которые невозможно повторить сегодня, ввиду отсутствия технологий, оборудования и специалистов. И которые свидетельствуют, что 200 лет и ранее существовала на Земле глобальная цивилизация, по сравнению с которой мы дети в песочнице. Несколько примеров. Баболовская ванна, гранит, вес 48 тонн. Здесь мнение токаря-универсала 5-го разряда, что нам впендюривают, что ее якобы вручную 7 лет строгал Суханов Самсон и полировал. Здесь специалист говорит, что без станка ЧПУ такую ванну сделать невозможно. То же самое говорится и про Александрийскую колонну весом 600 тонн 27 метров высотой гранит. И предлагается сделать точно такую же, хотя бы из пенопласта или дерева высотой 2 метра и диаметром 30 сантиметров, применяя только ручной инструмент. А здесь полигональная стыковка блоков весом 40-120 тонн. Уровень подгонки вы видите сами. Здесь скульптура из цельного камня, которую невозможно повторить при нынешних технологиях. Здесь то же самое. Здесь говорится о том, что далее все города на планете были построены из камня в античном стиле, заранее разработанными планировками улиц, проспектов, набережных и т.д. Все города имели каменную бастионную стену, строительный объем которой зачастую равен строительному объему самого города. Более подробно об этом в моей статье. Дается ссылка. В районе 1780-1815 годов произошла термоядерная война. Скорее всего, не в первый раз на планете. Результатом которой стала ядерная зима 1816 года. Год без лета. Англосаксы называют этот год и дается название. Дается ссылка. Подробнее о некоторых фактах применения термоядерного оружия 200 лет назад прочитайте по ссылке ниже. Даются ссылки. Также приведу несколько скриншотов с Google Земля. Фото ядерных воронок на территории Беларуси и Украины. Здесь идут эти фото. Я это все пропущу, потому что дальше будет гораздо интереснее. В результате ядерной зимы вымерзли почти все растения и образовались полярные шапки. Это подтверждает почти полное отсутствие в северном полушарии деревьев старше 200 лет. Именно ударение идет на северном полушарии. Часть их выгорела в войне, часть вымерзла. Чтобы визуально оценить это, наберите в гугле, дается название, и нажмите показать картинки. Вы увидите фотографии военного фотографа, присланного в Крым в 1853 году, уже после ядерной войны, через 40 лет примерно, фотографировать осаду Севастополя. Сравните растительность тогда и сейчас. Пример одного фото Фентона под Севастополем. Растительности вообще нет. Также наберите в гугле Сибирь фото 19 века. Вы увидите много фотографий уже конца 19 века, на которых деревья только-только начали расти. Например, Свердловский район. Видно, что деревья только начинают расти и здесь наверху. После этой войны мы откатились в развитии до уровня феодального общества. Профит поимели англосаксы, так как им меньше всего досталось. Они подмяли остатки мира за 150 лет под себя, заново изобрели паровой двигатель на угле и пошло-поехало. Сейчас эра нефтегаза, ядерной энергии и наш индустриально-промышленный комплекс использует всю таблицу Менделеева, которую он якобы изобрел во сне. На самом деле, ее просто вбросили через него. Переходим к самому интересному. Я утверждаю, что нынешняя цивилизация лишь тень ушедшей. Мы дети сравнений с ними. Через промышленное оборудование прошлой цивилизации это доказать нельзя, так как его просто утилизировали, переплавили. Например, после развала СССР алкаши рыли траншеи и кабеля, и водопроводные трубы из-под земли доставали, чтобы сдать на пункт приема металлолома. А как же доказать? А легко. Если ушедшая цивилизация была гораздо развитей нашей, то для функционирования ее индустриально-промышленного и металлургического комплекса тоже была нужна вся таблица Менделеева. И все изотопы элементов, а находятся почти все элементы периодической системы в горной породе и земле. Значит, мне, вам нужно показать масштабы, масштабные следы изъятия породы со склонов гор, с поверхности земли и из-под земли. А также следы переработанной пустой породы после ее обогащения на горно-обогатительных комбинатах прошлого. Этим и займемся. Буду использовать метод аналогии, так как он очень наглядь. До XVIII века жилые дома строили почти исключительно из известняка. Для распила использовали передовые станки, на которых изготовляли идеальные параллелограммы. В шов кладки из таких известняковых блоков вы не просунете лезвие. Вот фото дома в Крыму, первый этаж которого засыпан глиной на 3-4 метра, как во всех городах на территории бывшего СССР. В Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи, все дома, которые утоплены в грунт на 3-4 метра, имеют кладку такого качества. Проходит 200 лет, и во времена СССР вот такая кладка из известняка считается очень неплохой. Кладку к качествам, как на первом фото, уже не применяют нигде. Это называется регресс. Теперь смотрим, в каких объемах и как долго на этой планете добывался известняк, основной строительный материал. На примере Крыма, так как я отсюда, и местные пейзажи и катакомбы натолкнули меня на правильный путь. Это Эски Кермен. Вам безграмотные гиды расскажут, что это один из пещерных городов Крыма, где жили люди. На мой вопрос об этой колье, мне сказали, что эта колья сделана колесами телег местной знати. Вот еще один пещерный город Крыма. Куфтут-Каля. Извиняюсь, если неправильно называю. А вот это современный крымский карьер по добыче известняка с выпиленным помещением карьерщика. Видимо, там удобно инструмент хранить. Мысленно отправьте этот карьер в будущее на 10-20 тысяч лет. Примените к нему эффект ветровой и водной эрозии. И что вы получите на выходе? Правильно, еще один пещерный город в кавычках Крыма. Колья на верхнем фото, как вы поняли, оставлена вагонеткой, на которой вывозили пиленный камень. Хотя в постъядерную эру карьер неплохое место для выживальщиков. Видимо, он использовался как защищенный городок. Идем дальше. В Крыму тысячи километров катакомб, в которых пилился известняк. Объемы просто запредельные. Причем официально заявляется, что камень добывался со времен древних греков до нашей эры еще. Пилился ручными пилами и зубилами, заступами добывался. Я сходил на экскурсию в Аджи Мушкайские каменоломни. К сожалению, не сделал фото. На потолке четко видны следы дисковых пил. Причем толщина диска 4 мм. Диаметр диска примерно 2 метра. Это хорошо видно на стенах, когда после пропила блок отламывали. То место, в котором диск остановился, четко виден диаметр. Будете в катакомбах, обратите внимание. На этом фото, сделанном до революции 1917 года, вы видите, что из известнякового склона аккуратно выпилен сегмент, на дне которого проходит железная дорога и построены дома. Теперь очень важный снимок инкерманского карьера, современное название «Шампаны», сделанного в 1890 году. На нем видим пропиленный проход сквозь холм шириной метров 100 и высотой метров 80. В стенах пропила огромные ниши. В них стоят одноэтажные домики. Показан вот этот вот объем. А теперь вскрываем манипуляцию. То, что вам подают под видом скал, каньонов и ущелий, есть не что иное, как карьера. Как очень древние карьеры, так и относительно свежие. Итак, Крым, Белогорск, Белая скала. Это известняковый карьер. Стена образовалась в результате среза склонно холма. У подножия стены характерная насыпь из известняковой крошки и некондицы. Вот он срез, вот она, осыпавшаяся крошка. Далее видим другой ракурс. Дальше больше. Видите этот проход, из которого изъяли массу известняка в Бахчисарайском районе? Его выдают за долину. Склоны известняковой крошки под стенами покрыты дубовыми лесами. Это все срезано, выработка. То же самое. На этом снимке населенный пункт. Он находится на дне древнего карьера. Но его называют долина, которую промыла река. Он называет это бред. Наоборот, после этой горной проходки по дну карьера потекла вода. Из перебитого водоносного слоя. Или сюда завернул ручей. То есть река не может промыть стоящий на ее пути горный хребет. И вот здесь показаны все вот эти вот разработки. И вот она деревня. А сейчас смотрите на фото и обращайте внимание на ярусное строение карьеров и рудников. Добыча железной руды на Лебединском месторождении открытым взрывным способом. Магнитная гора, Урал. Черемшанские никелевые рудники. Медные рудники. Юта, Соединенные Штаты Америки. Карьер, Восток Руда. Медный карьер в штате Юта. Магниевый карьер в Наваре. Роторный экскаватор. Потребляемая мощность в районе 4-5 мегаватт в час. Но по ним будет подробнее дальше. Просто запомните, как он выбирает породу. Формирует фактически каньон с крупными ярусами. Ярусами. Роторный экскаватор ярусами срезает горный массив. Сформировав прямоугольную, если смотреть сверху, ярусную гору. То есть здесь он уже выбрал. Теперь выбирает здесь. Роторный экскаватор. Еще один роторный экскаватор выбрал породу полукругом перед собой. Это важный момент. Полукругом он стоит. Это шагающие роторные экскаваторы. Они сами передвигаются. У них здесь гусеничная мощная. И вот он докуда дотягивается, вырабатывает полукругом. Здесь он срезает уже прямо без полукруга. А теперь я вам покажу горы, горные хребты, ущелья, каньоны в практически ненаселенных ныне местах с разными романтическими названиями. Часто они имеют название по имени некоего первооткрывателя. Неужели академики и профессора от геологии и географии не видят этого? Гора на Кольском полуострове. Название не знаю. Вот она, выработка полукругом. Горы Антарктида. Полукруговая выработка. Антарктида. Тут даже следы от гусениц тяжелой техники сохранились. Вот она, выработка. А вот они, следы. Антарктида. Гренландия. Горы Воткинса. Как вам масштабы добычи? Но это еще цветочки. Высочайшая гора Гренландии. 3700 метров. Не проблема. Вы потрошили почти полностью. То есть, это гора остаток от карьерной выработки с разных сторон. Норвегия. Норвегия. У подножия еще видны следы техники. Антарктида. Полукруговая выработка. И здесь видны следы техники. Антарктида. Система карьеров. Обращайте внимание на задний план. Вот здесь выработка. Здесь осыпается все после выработки. И дальше то же самое. Гора Катлас, Тибет. Выработка с двух сторон, когда стоит экскаватор роторный. Потом передвигается постепенно. И то, что не захвачено, остается как горы. Гора Катлас, Тибет. Долина Гоблина. Юта. США. Выработка. Верх цинизма отработанные карьеры называть национальными парками. Остаток от карьерной выработки. Сейчас вдохните глубже и смотрите широко раскрытыми глазами. Гранд Каньон, Аризона, США. Это просто гигантский карьер. Выпотрошена территория. Миллионы туристов думают, что это чуть ли не чудо света, потому что им так сказали. Карьер Гранд Каньон, Аризона, США. Карьер скалы архипелага Шпицбергена. Карьер Гранд Каньон. Срез камня дисковой пилой. Вот здесь дисковая пила работала. Просто гигантский карьер в Австралии. Австралия с другого ракурса. Гигантский карьер не знаю где. Фотку предлагают в качестве обоев на рабочий стол по всему интернету. Снова национальный парк из карьеры, отработанного в США. В отработанных карьерах, где влаги много, народ фермствует, занимается. Рисовые террасы. Банауэ. То же самое. А вот в США национальный монумент. Здесь пилами, по всей видимости, горную проходку делали. Раскрашенные холмы в Орегоне. Впечатляющие объемы. Африка. Южная Африка. Тимна в Израиле. Карьер Зеленый каньон в Китае. Я вам больше скажу. Похоже на этой планете нет естественных гор и ущелий. Видите фото? Это гигантский карьер. Хоть явных ярусов и нет, но видно, что это карьер. Доверяю своей интуиции. Теперь переходим к самой страшной части. Сейчас я вам покажу, как создаются пустыни на Земле. Обратите внимание, как роторный экскаватор снимает слой за слоем породу из больших площадей. Еще одно фото. Здесь их два имеется в виду экскаватора. Они сразу два пласта снимают с одной площади. В левом нижнем углу большой бульдозер едет. Оцените масштабы. Вот это большой бульдозер. Рядом роторный экскаватор. Это фото кликабельно. Смотрите, экскаватор снимает пласт высотой метров 30-40. Дно карьеры огромной площади. И оно абсолютно ровное, как стол. Удобное для перемещения экскаватора. И вот здесь видно его механизмы передвижения. Еще пара фото. Оказывается, на нашей планете есть карьеры размером с несколько стран. Или размером с целую пустыню. Например, на территории Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана, Казахстана, Ирана нет плодородных почв на большей части. Потому что по всей площади этих стран сняли слой породы толщиной метров 100. Вместе с почвой и всем живым. В это сложно поверить, но поверить глазам придется. Похоже, что Аральское море и Каспий – это гигантские затопленные карьеры. Смотрите, урочище Босжира находится в западной или Босжира. Извините, неправильно делаю, наверное, ударение. В западной части плата Устюрт, Казахстан. Вы видите, что возвышенности позади Фольксвагена – это стенка, сформированная роторным экскаватором. То есть здесь снята вся почва, а отсюда начинали, видимо. Еще плата Устюрт. Посередине снимка стоит группа автомобилей. Насколько хватает глаз, снят верхний слой почвы толщиной метров 100. Если плюснуть сюда воды слоем метров 15, то получится аналог Азовского моря. Это вот остатки, а отсюда все снято. А здесь ровно все срыто. Берега Азовского моря. Дно ровное, как стол. Максимальная глубина 15 метров. Слегка волна подъела склон. Край пустыни Каракум. Площадь 350 тысяч квадратных километров. Впечатление, что на планете работал какой-то планетарный потрошитель. Вот отсюда начиналось. Здесь идет ровный стол земли. А тут начинается пустыня. В реальности карьер для населения каньон Янгикала, Туркменистан. В реальности карьер для населения плата Тузбаир, Казахстан. США. Раньше площадь этой территории была высотой по макушку огрызка прямо по курсу. Срыт пласт высотой несколько сотен метров. То же самое. То есть от выработки остаются вот эти вот возвышенности, которые потом считаются горами, холмами и так далее. Намибия. Пустыня. Это дно карьера. Остатки от выработки. Египет. Срыт верхний слой вместе с почвой еще и пожгли ядерным. Большая часть Австралии срыта подчистую. Почвы нет. Сплошь красная пустыня. Здесь остатки откуда начиналось срывать. Австралия. Нигерия. Пустыня. Вывод такой по пустыням. Они полностью антропогены. Появились в результате длительной и варварской металлургической деятельности. И даже больше того, смело можете в своем лексиконе заменить слово каньон, ущелье, скала, овраг, плата, горное озеро, просто озеро на слово карьер, рудник или рудник и затопленный карьер, затопленный рудник. На старых заграничных картах XVI-XVII веков, где территория Украины, России и других бывших республик часто отмечена как Тартария, реки текут более-менее прямо, плавно поворачивая. Современные реки на этой территории сильно петляют, иной раз поворачивая на 180 градусов. Один берег часто выше другого, и это объясняют силой Кориолиса. Предлагаю не трогать Кориолиса и взглянуть на следующее коротенькое видео работы роторного экскаватора и на две фотографии реки в России. Сори за мат видео, но оно очень наглядное. Здесь захотите, зайдете по ссылке, нажмете, и тут будут впечатления того, кто снимал, как это все работает. А теперь фото реки в Воронежской области. Место называется Кривоборье. Река по этой петле раньше не текла. Она текла сюда, когда изменилась высота ландшафта после изъятия грунта роторным экскаватором. Кривоборье с другого ракурса. На островке посередине, поросшем кустами, стоял роторный экскаватор. И вот здесь он это дело все и захватывал. А что нам официальная наука говорит об этом карьере? Цитирую. Обрыв Кривоборья – это огромный овраг, геополитический разрез, который является ценным для изучения геологического прошлого в Воронежской области. И так далее. Здесь вот то же самое. Идем дальше. Ставим себя на место того, кто потрошит планету и переходим к следующему металлургическому этапу. Породу с определенным содержанием нужного элемента добыли. Что с ней делать дальше? Прежде чем ее отправить на переплавку или извлечение нужного элемента каким-либо другим способом, руду нужно обогатить, чтобы повысить процент содержания. Для этого ее отправляют на ГОКИ – горно-обогатительные комбинаты. Там отделяют концентрат, а пустую отработанную породу вывозят в отвал или на терриконы. Вы логично спросите меня, а где залежи пустой породы при таких гигантских объемах добычи руды? Я обязан вам показать. Замените в своем лексиконе слова «холм», «вулкан», «совка» на слова «отвал» и «террикон». И все станет на свои места в вашей голове. Но лучше один раз увидеть. Это терриконы с отработанной породой Донбасса. Их высота иногда достигает 200-300 метров. Внутри них часто идут химические реакции. Они горят и иногда взрываются, когда внутри накапливается избыточное давление. И еще. А это просто террикон Везувий в Греции, высотой 1281 метр. Но его назвали вулканом, так как он горит и один раз взорвался. И еще его так назвали, чтобы вы не догадались. Заглянем ему в кальдерьеру. Если это вулкан, то стены кальдеры должны быть оплавлены жидкой магмой. А если террикон, то стены будут слоистыми и состоят из рассыпчатой породы, которую можно копать лопатой. Смотрим внимательно. И что мы видим? Террикон. А это террикон Сопка-Ключевского. Горит. 4850 метров. А это террикон Санта-Амна в Сальвадоре. А это взорванная вершина террикона Попа-Катапель в Мексике. Высота 5 426 метров. Террикон Малый Семячик, Камчатский край. Вы еще не отложили 4 зарплаты, чтобы посетить склон террикона Фудзияма в Японии? Поторопитесь, оно того стоит. С терриконами разобрались. Теперь переходим к отвалам, которые не имеют ярко выраженную конусную форму. Тут правило такое, если рыхлый и можно копать лопатой, то скорее всего отвал пустой породы, которые назвали наши предки, которые навалили наши предки, торопясь жить. Вот, например, шикарный геологический парк в Китае. Цветные горы, красота, под охраной государства, естественно. Туристов водят исключительно по проложенным тропинкам, чтобы, не дай бог, туристы не провалились в эту токсичную отработанную почву. Или, например, идете вы по долине реки Сугран на Памире. Вокруг навалено какой-то земли кучами, не растет ничего. А это отвалы. Горы Пятигорска очень похожи на террикона. Филиппины. В общем, принцип вы поняли. Увидели холм около дома, присмотритесь, задумайтесь. Скорее всего, он будет рукотворным. А еще на земле нет естественных пещер. Пересмотрел кучу роликов, все пещеры – это разной степени древности горные подземные проходки. Часто многоярусные. Да, многие обвалились, стали выглядеть хаотично, но от этого они не перестали быть искусственными. Выводы этой истории можно сделать такие. Объемы добычи запредельные. Очевидно, что на земле потребляется хорошо, если 5% от добытого. Земля похожа на чей-то гигантский карьер. Человечество этот карьер просто обслуживает. Люди приходят и уходят. Государства появляются и разрушаются. Нации формируются, сталкиваются лбами и исчезают. Одно не меняется – божьи жернова мелют медленно. Но верно. Конечно, цель, видимо, такая. Но даже в этом случае божьи жернова, скорее всего, не остановятся. Так как мы, люди, любезно разработаем и построим самореплицирующихся роботов к тому времени. Они не будут зависеть от атмосферы, а мы уйдем в историю. Но логика процесса подсказывает, что того, кто с этого имеет профит, это не сильно расстроит. Видимо, он не здесь. Ему здесь не жить. Хотелось бы, конечно, узнать, кто он. Как мы все знаем, между Господом, Хозяином, имя которого называть нельзя и писать нужно через черточку, как «Б» с большой буквы тире «Б». И нами есть посредники, Бога избранные. У них бы спросить. Но простые церковники вряд ли знали даже то, что я в этом посте показал. Но высокопоставленные точно знают. Начинайте спрашивать. Вообще иудаизм и посвященные в него в свете скрывшихся новых фактов представляются не нацией, а системой управления карьером за процент. Периодически, когда работники врубаются в тему и начинают бунтовать, приходится устраивать рестарт системы путем организации войн и разрыва поколений. А раз мы врубились, что к чему, то возможно скоро начнется. Но чему быть, тому не миновать, сила в правде. А правда в том, что общество, живущее в замкнутой системе, непрерывно размножающееся и настроенное потреблять, завтра больше, чем вчера, обречено. Как только достигнет потолка по количеству доступной энергии или территории, бесконечно развиваться и размножаться можно только в бесконечную вселенную. Если не вырвемся с карьеры Земля, мы обречены. И на закуску хочу показать пару роликов в тему, особенно актуальны последние 40 секунд ролика. Правда, в фильме Джон Картер. Это вы посмотрите сами. И второй. Элизиум. Рай не на земле. Второй трейлер. Но пока. Ищите тех, кто знает ответы на вопросы и не стесняйтесь спрашивать. Например, первый полушутливый вопрос. Сколько ракет летает в год на орбиту? И что они возят, кроме спутников? Например, грамм Родия стоит 230 долларов. Грамм Осмия 187-го стоит 200 тысяч долларов. А грамм Калифорния 252-го стоит 6 миллионов 500 тысяч долларов. При стоимости вывода одного килограмма на орбиту в 3000 баксов вполне рентабельно тягать туда редкие элементы и изотопы. Грязь останется здесь. Чистый продукт хозяину. На этом все. Всего хорошего. Ссылку, как обычно, я дам в описании под своим видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok